Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. 25 декабря 1991 года состоялись похороны Советской империи. Михаил Горбачев по телевидению сказал надгробное слово, сложив в себя полномочия президента, и гроб с покойником опустили в яму. Так СССР официально канул в лету. Но Горбачев, по сути, лишь выполнил церемониальную функцию. Ведь за две недели до этого в Беловежской пущей лидеры Украины, Белоруссии и России подписали свидетельство о смерти Союза. Как Кравчук, Шушкевич и Ельцин переиграли Горбачева. И куда пропал исторический документ Беловежские соглашения. Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Окончательное уничтожение СССР. Какую роль в этом сыграла Украина. Как Горбачев пытался реанимировать совок в резиденции Нового Огарева. Союз будет. И как последний гвоздь в гроб Союза забили в Беловежской пуще. Поворотный пункт новой истории, вылившийся в конец искусственно созданной большевиками империи. Национальные флаги, большие и маленькие, и старые фотографии. Национальным музеем истории Украины на выставке «Флаги независимости» показаны моменты, которые навсегда изменили нашу страну. Это флаг подарен украинскому первому президенту Леониду Кравчуку от канадской диаспоры. Канада является страной, первой признавшей независимость Украины 2 декабря. Уже через 6 дней, 8 декабря, произойдет событие, которое навсегда изменит карту мира. Подписание этого соглашения, в первых строках которого будет сказано, Советский Союз прекращает свое существование. Собственно, вот начало. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, как государство-учредители Союза СССР, подписавшие Союзный договор 1922 года, констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Сенсация произойдет там, где ее не ждали. Когда много лет спустя оригинал Беловежского соглашения попытаются найти журналисты, выяснится, что ни в белорусских, ни в российских государственных архивах его нет. Всюду только копии. Так же и в Украине. В 2013 году вот такая информация появилась о том, что оригинал этого соглашения, а он, оказывается, был только один. Почему-то он исчез. И никто не знает, где он. Что же произошло с историческим документом? Загадка, о которой расскажем далее в сюжете. Километровые очереди не только за водкой, но и за самым необходимым – молоком и хлебом. Но на самом деле Советский Союз добьет ни бедность, ни ни счета собственных граждан. Что такое перестройка? Что такое перестройка? Перестройка официально провозглашена в 87-м. Но перестроить то, что давно трещало по швам, будет уже невозможно. На момент переломного 91-го суверенитета объявляют уже 14 республик. Но в стремлении сохранить Союз последний советский вождь ведет свою подковерную игру. 23 апреля 91-го Горбачев начинает процесс разработки нового союзного договора. Работа над его созданием проходит в подмосковной резиденции Нового Огарева. На ковер к последнему президенту СССР приглашают руководителей республик, чтобы уговорить остаться в Союзе. А по факту – просто усилить центральную власть. Летом 91-го казалось, что все идет по плану. Интерфакс, первый главный вопрос. Союз будет? После сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что Союз будет. Уже назначены и даты подписания. Украина в этом списке последняя. От нее подпись ждут в октябре 91-го, потому что руководство упорно не идет навстречу советским властям. На самом же деле украинцы выжидают. В Москве увидели, что Украина не пойдет в этот новый союзный договор, что нужно спасать империю насильственным путем. Поэтому 19 августа возник этот так называемый ГКЧП. Это была попытка реакционных сил СССР силой сохранить Советский Союз. Но это привело к тому, что Украина 24 августа 91-го года провозгласила независимость. Легитимизирует независимость декабрьский референдум. Это действительно историческое событие. 90,32 – это по всем регионам. И в Севастополе, в Крыму, в Донецкой, Луганской областях. Большинство украинцев проголосовали за независимость Украины. А еще избрали своего первого президента – Леонида Кравчука. Через несколько дней начали формировать собственные вооруженные силы. При этом оставался один критический вопрос. Впереди отопительный сезон. Так с кем же договариваться о поставке энергоресурсов? С Союзом или с Россией, которая тоже уже была независимой? Сели вместе и подумали, что можем сделать. А ведь вам, Украине, и нам, Беларуси, нужно было получить от России, вопреки рыночным правилам, вопреки, заметьте, хотя бы и Кравчук был реформатор рыночный, и я, но вопреки рыночным правилам получить нефть и газ, чтобы не замерзло население. Для решения этих вопросов президенты трех стран решают встретиться. Местом сбора выбран городок Вискулы в белорусской части Беловежской пущи. Это государственная дача. Она очень хорошо охранялась. Там была охрана КГБ, который сохранился в Беларуси. И они говорили, что они очень хорошо контактируют с Федеральной службой безопасности, поскольку Ельцин прилетел. Уникальные кадры из собственного архива нашего телеканала. Трех президентов встречают в аэропорту Минска еще под советскими флагами. В Вискулы Кравчук едет всенародно избранным президентом независимого государства. Шушкевич готовый договариваться на любых условиях. Его действительно интересует российское топливо. Ельцин же больше всех зависим от все еще стоящего над ним Горбачева. Мало кто знает, но на этой встрече должен был быть и президент Казахстана Назарбаев. Но из Москвы он так и не прилетел. Назарбаев был приглашен, потому что говорили, мол, его проигнорировали. Он был приглашен, но он полетел сначала в Москву. Там вроде бы его самолет дозаправили, и он успел переговорить с Горбачевым. И Горбачев ему посоветовал не лететь. Ходили разговоры, что Горбачев обещал Назарбаеву председательствовать в новом парламенте Союза, который до юра еще существовал. Кроме того, самый большой конфликт, возникший перед встречей между Ельцином и Кравчуком, как раз формирование отдельных вооруженных сил Украины. У нас свои вооруженные силы, но мы за единые стратегические силы. А вы думаете, здесь будут сложности по военному вопросу? Не должно быть сложности. Надо уважать национальный законодатель. Переговоры по всем болезненным вопросам будут продолжаться все первые сутки 7 декабря. И как выяснится, Горбачев таки повлиял на Ельцина, который предлагает Кравчуку и Шушкевичу подписать совместное соглашение и остаться в составе СССР. По воспоминаниям Леонида Макаровича, сначала они подсунули ему этот договор. Но он сказал, Борис Николаевич, а если бы вас народ избрал президентом и весь народ проголосовал за независимость Российской Федерации, то поставили бы вы сегодня подпись под этим документом, который по существу перечеркивает эту вашу должность. Борис Ельцин со своей прямотой сказал, нет, конечно, я бы это не подписал. Становится понятно, с Союзом нужно кончать. Всю ночь в Вискулах будут продолжаться переговоры. За кадром будут работать десятки квалифицированных юристов со всех трех сторон. К утру соглашение о юридическом уничтожении Совка будет готово. Но у Ельцина все же трогнет рука. И снова его убедит именно Кравчук. Кравчук мне лично рассказывал. Говорит, я ему сказал, вот смотрите, Борис Николаевич, я вернусь в Украину президентом Украины. А вы отсюда подпишите или не подпишите, кем вы вернетесь? Вот кто вы? Ну и Ельцин тогда взял ручку и сказал, да, с Горбатым надо кончать. С Горбатым надо кончать. На самом деле сомнения были и у тогдашнего президента Белоруссии Шушкевича, как он признавался в одном из последних своих интервью в 2015 году. Вы понимаете, в чем дело? Если бы мне за два часа до подписания договора о создании СССР сказали, что я поставлю подпись под договором о конце Советского Союза до Юрия, я бы сказал, что это не то. Однако он подпишет соглашение без колебаний. И когда свои подписи поставят и другие, СССР официально будет уничтожен. Ему на смену придет уже СНГ, то есть Содружество независимых государств. Новость объявят, позвонив по телефону как Горбачеву, так и президенту США Бушу. В Кремле это вызовет истерику. И с Бушем говорили. И это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Его, мол, оскорбили, что Бушу позвонили, а не ему. Неправда. Первый звонок был к нему. И ему сообщили. 25 декабря Горбачев символически уйдет в отставку с должности, которая также официально уже не будет существовать. Но имперские амбиции России обуздать будет непросто. Уже в 96-м Гельцин будет сожалеть о Беловежских соглашениях. И Российская Дума даже утвердит постановление об их нивелировании именно в части, где уничтожался Союз. А в 2013-м из белорусского архива тайно исчезнет и оригинал Беловежского соглашения. Можно связать это с тем, что вообще в России неоднократно раздавались заявления о том, что это нелегитимное соглашение. О том, что на самом деле Советский Союз не прекратил свое существование. Это можно увязывать с работой российских спецслужб. Безусловно. Эксперты считают, год, когда исчез оригинал соглашения, имеет решающее значение. Ведь в 2014-м начнется российская агрессия. Да и Путин неоднократно будет заявлять, что для него распад Союза – самая большая геополитическая катастрофа. И после этого еще не раз будет демонстрировать свои намерения объединить то, что несоединимо. Так же, как и в свое время последний президент СССР. Хотя от российского общества он в итоге получил за это только ненависть и забвение. Екатерина Павловская. Исторические факты. Кстати, угадайте, кто был одним из нескольких депутатов Верховного Совета Беларуси, кто не голосовал за ратификацию Беловежских соглашений и выступал против выхода Беларуси из состава СССР. Этим депутатом был Александр Лукашенко. Хотя, по иронии судьбы, именно он сполна и воспользуется плодами независимости. В 1994 году на первых и, как оказалось, единственных демократических выборах президента Беларуси молодой и напористый Лукашенко одержал победу. Будущий батька тогда обещал побороть коррупцию, сотрудничать со всеми политическими силами и уважать свободу слова. Взяв власть в свои руки, он не только забудет свои обещания, но и сделает все, чтобы уже никому никогда ее не отдать. В буквальном смысле уничтожая конкурентов. О эскадронах смерти Лукашенко несколько лет назад рассказал бывший оборотень в погонах, который участвовал в казнях. И вот вам факты. Белорусские эскадроны смерти. И Гончара, Захаренко, Косовского он убил. Похищение оппозиционных политиков. Такие влиятельные фигуры. Кто за ними стоял? Откровения спецназовца. Почему он заговорил 20 лет спустя? Ассоциация с фильмом. И был ли русский след в этой белорусской истории? Где будет Владимир Путин в 1924 году и дальше? Это было одно из самых громких убийств на постсоветском пространстве. Минск, 1999 год. Бывшего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко похищают у собственного дома. Вывозят в лес и убивают. Подробности резонансного преступления в 2019 году раскрыл Юрий Горавский, бывший спецназовец. В интервью Deutsche Welle он заявил, к убийству причастен отряд быстрого реагирования внутренних войск Белоруссии СОБР, как и к расстрелам бывшего главы ЦИК Белоруссии Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Здесь убили Гончара Красовского, здесь где-то в метрах 50 была выкопана яма. Тогда, в 99-м, Беларусь еще не называли последней диктатурой Европы, но президент Лукашенко уже переписал под себя Конституцию и начал закручивать гайки. Впрочем, белорусская оппозиция тогда еще имела влияние на политическую ситуацию в стране. Была достаточно мощная оппозиция, это раз, и второе, не было полной лояльности со стороны как силовых структур, так и региональных элит. Тогдашнюю оппозицию возглавляют как раз Захаренко и Гончар. Это были такие влиятельные фигуры, очень влиятельные. По иронии судьбы, именно они помогали Лукашенко в 94-м стать президентом, но уже через два года оказались по разные стороны баррикад. Экс-глава ЦИК Гончар даже пытался объявить батье импичмент. У него был определенный политический вес, связи, то есть все необходимые качества для того, чтобы быть конкурентом Лукашенко. Оппозиционера Владимира Никляева белорусские спецслужбы тоже похищали в 2010-м, накануне президентских выборов. Он был конкурентом Лукашенко. О Никляеве не было никаких сведений в течение 10 дней. Вы думаете, что мы его вскрали и кудысти звезли? Нет, таких подарунков не будет больше. Эта оговорка Лукашенко была точно по Фрейду. То есть косвенно это признание в том, что такие подарки были, и Гончара, Захаренко, Красовского он убил. Кроме исчезновения Гончара и Захаренко, при странных обстоятельствах умирает еще и экс-депутат Карпенко, которого также называли конкурентом Лукашенко. В 2000-м исчезает телеоператор Дмитрий Завадский. В конце 90-х, в начале 2000-х годов, похищение оппонентов правящего режима стало обычной практикой для Беларуси. Однако до сих пор ни одно из загадочных исчезновений не раскрыто. Ни заказчики, ни хотя бы тела жертв не найдены. Кто мог стоять за этими преступлениями, версии есть только в журналистских расследованиях. В частности, Павла Шеремета, который тогда работал в Беларуси. Лукашенко не любит тех, кто ему мешает. А Виктор Кончар президенту мешал и очень активно. Оппозиционные политики и журналисты были уверены в одном. Сразу обвинили политический режим в Беларуси и сразу обвинили власть. Такого же мнения и экс-спецназовец Горовский. Он сбежал из Беларуси, попросил и позже получил политическое убежище в Швейцарии. Рассказывает, что бойцы СОБРа получали приказы о убийствах от руководства государства и лишних вопросов никогда не задавали. На поводу Гончара было просто сказано потом, что у него был компромат на Лукашенко. Гончар и Захаренко действительно могли знать много о Лукашенко, считает политический обозреватель Виталий Портников. Для авторитарного режима, такого как Лукашенковский, это абсолютно логические шаги. Потому что он мог считать, что люди, создавшие его из ничего, могут создать некую альтернативу ему на таком же пустом месте. После 99-го белорусская оппозиция фактически сдала свои позиции. Со временем белорусы просто боялись заниматься политикой. Похоже, цель многоходовки Лукашенко была достигнута. Многие боятся, многие запуганы, не хотят. И эта история, конечно, берет начало от того, как начали исчезать вот такие известные люди, известные политики нашей страны. Но почему откровения бывшего бойца СОБРа появились именно в 2019 году, спустя 20 лет после этих преступлений? Могло ли стоять за этим что-то другое, а не желание получить убежище на Западе? Исчезновение оппозиционеров белорусская власть вообще не комментировала. Но уязвимость режима Лукашенко в этом вопросе понимали не только внутри Беларуси, но и за ее пределами. В первую очередь в Кремле. Во время очередного обострения отношений между Москвой и Минском выходили специальные фильмы о Лукашенко, в которых он тоже обвинялся в заказных убийствах своих оппонентов. Был ли русский след и в этой истории? Интервью спецназовца Горовского вышло как раз тогда, когда Москва активно склоняла Минск интегрироваться в так называемое союзное государство. Сливы про всяких бойцов, значит, киллеров Александра Григорьевича, которые появились в западной прессе, Думаю, что источник этих сливов там стоит искать именно в кремлевском окружении. Раньше Лукашенко слов не подбирал. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? Но потом интонации изменились. Остались самые сложные вопросы, но только в цифрах, энергоносительные, в цифрах. Но концептуально договорились. Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. Это заявление прозвучало в декабре 2019-го, как раз после выхода интервью спецназовца с компроматом на Лукашенко. Это рассчитано было как давление на Лукашенко, что ты будешь человеком, с которым никто не захочет встречаться на Западе. Ты не сможешь найти альтернативные источники финансирования. Ты думаешь, что ты сможешь дрейфовать в Европу, так ты не сможешь дрейфовать в Европу, потому что все в Европе будут знать, что ты убийца. Мы показали интервью экс-бойца СОБРа опытному оперативнику. Василий Волк считает в нем много подозрительного. Легко рассказывает за полчаса, сколько было убийств, выкопанных могил, закопанных трупов. Ассоциация с детективным фильмом, сериальчиком. Возможно, это просто совпадение, но то, что внезапные откровения экс-соборовца сыграли на руку Кремля, сомнений нет. Лукашенко стал гораздо покладистее. Три года спустя он позволил Путину использовать Беларусь для нападения на Украину. 40 лет назад скончался Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, один из рекордсменов на этом посту. Дольше дорогого Леонида Ильича Советская империя руководил только кровавый диктатор Сталин. Со смертью Брежнева закончился период, который называют застоем. Но не это главное. Впервые в истории Советской империи всю полноту власти перебрали чекисты. После того, как преемником Брежнева неожиданно стал шеф КГБ Юрий Андропов. Как чекисты расчищали себя дорогу к трону, убирая потенциальных конкурентов? И может ли КГБ быть причастным к смерти самого Брежнева? Вот вам исторические факты. Война партийных боссов против КГБ. Кто кого? Дорогие товарищи! Кто манипулировал Леонидом Брежневым? И была ли его медсестра, агентом Андропова? Могли ли спецслужбы подсадить генсека на наркотики? И у него была уже тяжелая зависимость от многих этих лекарств. Эксклюзивное свидетельство сына бывшего руководителя Украины Петра Шелеста. И что помнят соседи Брежнева, мы нашли его родительский дом. Жизнь дорогого Леонида Ильича, охота, дорогие авто, женщины, картины нам показали уникальную коллекцию подарков вождю в Каменском. И даже его изображения на коврах и гобеленах. А также золото партии, миллиарды ЦК на зарубежных счетах и загадочные смерти вероятных преемников Брежнева, самоубийство Владимира Щербицкого и автокатастрофа лидера Беларуси Петра Машерова. 15 ноября 1982 года в Москве траур, похороны вождя. Процессия, которой, казалось бы, нет конца, означала конец эпохи застоя и закат так называемого Днепропетровского клана, который возглавлял Брежнев. После его смерти власть фактически перейдет от компартии к чекистам. Родился будущий генсек в Днепропетровской области в Каменском, который раньше назывался Днепродзержинск. Именно из Днепропетровцев Леонид Ильич и будет формировать свою команду. Среди ближайших соратников будущий первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Щербицкий. Они работали с Брежневым довольно тесно. Виталий Шелест, сын бывшего члена Политбюро и руководителя Украины Петра Шелеста, которого Брежнев в начале 70-х отстранил от должности, чтобы посадить в это кресло своего земляка Щербицкого. Эпоха застоя – это термин правильный. А еще эпоха невероятной коррупции, партийной касты неприкосновенных, купавшейся в роскоши и культ личности. Дорогой Леонид Ильич любил получать награды. Приятные. И подарки. В Музее истории Каменского хранится уникальная коллекция подарков Брежневу. Здесь портреты генсека в виде картин, аппликаций, вышивок, фотографий и даже его изображения на коврах и гобеленах. Впрочем, почти все это Брежнев даже не успел увидеть. Так много было даров от послушных подчиненных со всех уголков страны. А еще Леонид Ильич любил автомобили, у него был огромный автопарк. Это были машины для него. Прямо скажем, не одна машина, это всегда было хотя бы две машины. Специально для дорогого Леонида Ильича сделали вип-автомобили марки «Зил» – 114 и 115. Генсек не разрешал ездить на иномарках, хотя за спиной все их давно уже имели. У детей-то у всех были. У Щелокова много было. Внуки ездили, в свежие на иномарках ездили. Но так, чтобы Леонида Ильич не видел этого. Но скрыть было невозможно. Окружение Брежнева коллекционировало золото и бриллианты, имело долларовые счета за границей. Уже в Горбачевскую эпоху эти злоупотребления стали известны широким массам и были отражены в фильмах. Некоторые крупные деятели партии и КГБ торгуют наркотиками, имеют личные валютные счета в зарубежных банках. Противники называли тогдашнюю власть Днепропетровской мафией. Противодействовать ей могла только мафия в погонах КГБ. Руководил этой организацией Юрий Андропов. И по одной из версий, именно он, зная любовь Брежнева к красивым женщинам, подсунул Генсеку медсестру агента. К тому времени Брежнев часто употреблял снотворное. Он принимал эти препараты первое время тогда, когда было большое нервное напряжение. Когда стрессовая ситуация перед этим. Медсестра присадила генерального на более тяжелые препараты, и он стал фактически наркозависимым. Одна из причин нервных расстройств Леонида Ильича – разгульная и роскошная жизнь дочери Галины. Она наркоманка была последние годы жизни. Кроме того, она была втянута в целый ряд афер, так называемую бриллиантовую аферу. Дом номер 40 на Гимназическом проспекте. Здесь жила семья Брежневых. В двух комнатах 9 человек, в том числе Леонид с женой и дочерью Галиной. На первом этаже те же окна, что и 70 лет назад. Хозяйка сначала не открывает. Но потом выходит к съемочной группе. Надежда Петровна не раз видела вождя лично и даже была с ним знакома. Последнюю встречу в 79-м она запомнила очень хорошо. Когда приезжал в 79-м году, он вообще был никакой. Он ниже меня был. Из документов теперь известно, проблемы со здоровьем подкосили вождя еще в начале 70-х. В 70-м году у него был инсульт, потом инфаркт. Из-за этого начался очень большой такой дефект речи. На этом видео ему только 68 лет, но выглядит Брежнев очень плохо. Потом будет еще один инсульт. У него было сумеречное сознание. То есть он мог работать 2-3 часа, а после этого он уставал и переставал вообще понимать, что происходит. Фактически вождя контролировали те, кто был в ближайшем окружении и давали ему лекарства. Те медикаменты, которые он принимал, он был очень зависим от этих медикаментов. Именно в это время набирают обороты так называемое хлопковое дело. Многомиллиардная афера, в которой было замешано высшее руководство Кремля и Узбекистана. У меня нет информации о том, что лично Брежнев был замешан в узбекском деле. Но то, что очень высокие деятели в Москве получали огромные откаты. Еще одно загадочное дело, повлиявшее на обострение борьбы Днепропетровского клана и КГБ – бриллиантовое. В Москве была убита известная актриса Зоя Федорова. Общежитие слушает. Она была одним из крупнейших коллекционеров бриллиантов в СССР. Позже часть коллекции оказалась у дочери генсека Галины Брежневой. Далее последовал ряд загадочных смертей вероятных преемников Брежнева. В автокатастрофе погибает прогрессивный лидер Беларуси Петр Машеров. Его кортеж врезался в грузовик. Версия о несчастный случай и тогда вызывала подозрения даже у дочери Машерова Натальи. Масло в огонь добавила фотография с места ДТП. Эксперт Юрий Антипов заметил на ней интересную деталь. Следы грузовика не похожи на следы автомобиля, который резко тормозил. Из этого можно сделать единственный вывод. Эта фотография. На ней изображены следы искусственного происхождения. То есть следы нарисованы. Перед этим Машерова почему-то пересадили из бронированного ЗИЛа на Чайку. Было ли это ДТП подстроено? Как сейчас принято говорить, весьма вероятно. Но провести объективное расследование тогда не смогли. А вскоре умирает и сам Брежнев. Скорее всего это передоз от тех лекарств, которые бы он к ним привыкал. Причастен ли к этому КГБ? Гроб с телом покойного опускают в могилу. Один из тех, кто нес гроб по партийной традиции, должен был стать преемником. Щербицкого он хотел бы видеть после себя преемником. Шеф КГБ Андропов знал об этом. Накануне решающего заседания Политбюро Щербицкого отправят в командировку в Нью-Йорк на Совбез ООН. Страну возглавит КГБ Стандропов. Одна из самых таинственных личностей Кремля. Именно в то время вся власть перешла от КПСС к госбезопасности. Андропов инициирует широкомасштабную травлю экс-соратников Брежнева. В первую очередь своего главного врага, руководителя милиции Щелокова. Его обвинят в многочисленных злоупотреблениях. Три дачи, с десяток автомобилей. Вот оперативная съемка квартиры Щелокова. Золото, картины, украшения. В 1984 году отстраненный генерал якобы покончит с собой. Сам Андропов тоже продержался недолго. Умер через полтора года. Но ему удалось поспособствовать невероятному карьерному скачку своего протеже Михаила Горбачева. Надо сильно двинуть нашу страну вперед. Под девизом «Перестройки» Горбачев начал избавляться от всех представителей Днепропетровского клана. В отставку отправят тогдашнего хозяина Украины Щербицкого. Впоследствии он застрелится. Сам Горбачев через несколько лет станет форосским заложником. А власть в стране со временем снова захватят чекисты во главе с бывшим подполковником КГБ. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok